Что такое лингвистическое портретирование и как с помощью языка можно составить представление о госслужащих региона. В эти минуты во Владимире проходит презентация необычной монографии. Ее автор и исследователь современного русского языка, профессор Наталья Юдина и кандидат филологических наук Ольга Котлерова. На месте работает моя коллега Маргарита Махрова. Она расскажет все подробности. Спасибо, Юлия. Действительно, как говорят специалисты, очень многое понятие человеке помогает его устная и письменная речь. Презентуемая сегодня монография как раз рассказывает о наиболее типичных видах ошибок, которые совершают государственные и муниципальные служащие Владимирской области. Авторы обработали очень большое количество материалов и отметили наиболее типичные особенности, которые присущи речи не только государственных и муниципальных служащих, но и нас с вами. Это слова и фразы, так называемые канцелиизмы, которые очень сложны для восприятия и по сути не несут за собой никакой смысловой нагрузки. Это неправильные ударения, орфоэпические ошибки и так далее. Вот огромный материал весь сосредоточен именно в этой монографии. Как раз прямо за моей спиной продолжается презентация книги. Совсем скоро она будет доступна в открытом доступе на просторах интернета. Ну а я держу в руках как раз один из 500 экземпляров, выпущенных в печатном виде. И как раз подробности, какие ошибки допускают государственные и муниципальные служащие, можно будет увидеть прямо сегодня в нашем вечернем эфире. Мы хотели сделать обобщение и сделать так, чтобы люди задумались над тем, а не я ли это. А уличить кого-то в чем-то, это, к сожалению, прерогатива сегодняшних журналистов, а не нас, ученых. Поэтому я надеюсь за то, что книга будет интересна и полезна. Как все это видели, как много инвестиций, а так вот не очень. Ну и как раз сегодня в нашем вечернем эфире вы сможете узнать подробности презентации монографии и, возможно, узнать что-то новое для себя с точки зрения современного русского языка. Юлия? Спасибо. Я напомню, это была Маргарита Махрова. Все подробности она расскажет в вечернем выпуске в 19.00. Не пропустите. Продолжение следует...